всем здравствуйте в чем минус этого формата в том что я не вижу что я пишу я тут наговариваю оказывается запись не включилась но прикольненько ладно сегодня я хочу предложить вашему вниманию 2 расклад этого месяца формате руки карты все остальные будут со мной в кадре я уже читаю что многие пишут нам вас не хватает да я это понимаю не сама не хватает но такой формат уже нужен неоднократно про это говорила и так в этот формат этот расклад который я назвала взгляд на себя через призму стихи я буду делать в одной позиции а если вы слышите что это одна позиция это не значит что это не ваш расклад я говорила неоднократно еще раз повторюсь это моя субъективная точка зрения вы можете ее не принимать но она говорит о том что ощущение выбора до что вы выбираете позицию она иллюзорно с другой стороны вы можете посмотреть на эту ситуацию как вот как будто бы вы вы уже выбрали свою позицию включили начали и смотреть то есть вот это как будто бы выбранная вами позиция потому что на самом деле выбор иллюзорен иллюзорен в каком контексте в контексте того что вы не притянетесь к тому что вам не нужно вообще схема мироздания такая с одной стороны достаточно простая а с другой стороны все так продумано до мелочей что у меня по крайней мере всегда вызывает такое удивление да что нам кажется что то что я сейчас смотрю это не моё то что я вижу это не моё на самом деле все что не ваше она не появится вашем поле если что-то появилось в вашем поле будь то это фильм стихи реклама что угодно это ваше и если вы смотрите этот расклад то вообще по тематике то скажем того как работает youtube он предлагает те или иные расклады на основе ваших интересов то есть так работает реклама если вы когда то что-то забили в ютюбе и искали либо загуглили эта информация она остается и на ее основе на основе ваших интересов и запросов вам выкладывается ну предлагается до услуга либо какой-то расклад данном случае поэтому если вы попали сюда это ваша не ваша вы бы здесь не были ну вы конечно же можете со мной это оспаривать ваше право и я же не против и так расклад на одну позицию назвала как я уже сказала его и вы уже видели взгляд на себя через призму стихий почему именно через призму стихий по моему на прошлой неделе если я не ошибаюсь у меня началось новое обучение с двумя новыми девочками индивидуальное обучение таро и первое занятие водное я часть упоминаю стихи почему потому что если мы говорим о таро стихии у нас напрямую выражены в мастях то есть это жезлы это мечи это кубки и земля и поскольку мы все созданные стихи и все в нашем мире это связь разных стихий между собой хочется мне сегодня посмотреть именно вот такое расклад а то есть через призму стихий конечно же я буду объяснять да за что у нас соответственно каждой стихии если вы не знаете таро а просто вам интересно до рассматривать расклады вот и плюс одной позиции я в принципе не то и другое заходит одинаково но все же это время то есть я могу больше времени уделить анализу когда расклад на одну позицию они ограничиваются только там 15-20 минутами вот колоды которые вы видите это любимое небо и земля вообще колоды в формате руки карты я выбираю для коллег кому интересно не по энергетике а по эстетике то есть чтобы это было красиво видно в к в камере если бы я допустим работала так как вы меня видите да в экране то возможно я бы использовал абсолютно другие колоды значит колода небо и земля очень красивая на прям вот классика но очень красиво сделано оформлено с другой стороны это эпическая таро да и колода таро шамана шаманов таро шаманов о прикольно прям попала на то что на рубашке нарисована это возьмем как кристаллов она тоже очень красиво вот вот эти две больше с низкой энергетикой а это больше с янской хотя вот как таковой мужскую энергетику в колодах таро так я для себя и не нашла но в общем с этим мы будем работать напомню одна позиция и так колоды я убираю сторонку пока камешки это не для обозначения позиции а для обозначения рамок чтобы хорошо и сходила в кадр итак приступаем первая стихия с которой мы работаем это огонь почему огонь потому что такой порядок если вы знакомы с древом жизни и согласно древа жизни четыре мира то самый первый мир это мир огня да то и с чего с чего всего начинается да это импульс это жизнь это самая приближенная условно говоря стихия к творцу и к эфиру поэтому первая стихия которую мы будем разбирать это огонь в контексте таро за что она вообще да и в жизни за что она может быть ответственно это самореализация бизнес амбиции то есть это профессиональная сфера эта сфера развития духовная но и сексуальная почему потому что жизнь и секс это примерно одно и то же по своему продукту по своей энергетики потому что через жизнь рождается через секс раздается жизнь да поэтому и та и другая энергия в принципе это одна и та же и так что мы смотрим в стихии огня ваше умение решать свои текущие амбиции насколько ой проблемы насколько вы умеете решать проблемы так выпадает сразу аркан справедливости насколько вы умеете но исходя из этой карты я могу сказать что да вы умеете на вы умеете все взвешивать вы принимаете решение после того во первых это не быстро происходит это происходит просто по последствиям достаточно такого глубокого анализа по крайней мере вы рассматриваете разные точки зрения для того чтобы принять каких-то случаях вы обращаетесь за помощью до либо как-то вот досконально изучаете тему в которой вам нужно принять решение может быть даже и спрашиваете да чужое мнение то есть мы достаточно гибки принять решение то есть нет такого что вот я так решил так оно и будет нет вы может быть долгое время еще взвешиваете да вот как говорится 7 раз отмерь один раз отрежь вот это про вас тут вы включаете интуицию включаете логику все наравне для того чтобы принять какое-то решение еще и просматриваете в какой-то степени будущее да то есть к чему вас это приведет какие последствия то есть вы стараетесь учесть как можно больше факторов при приятии решения что еще насколько вы умеете решать ну вот колесо фортуны безусловно фортуны и удача играет огромное как это сказать слова вылетела влияние на вас то есть с одной стороны вы как будто бы ну опираетесь на какую-то удачу да что вот хотелось бы чтобы все предзнаменования да они были благие обязательно интуицию включается с другой стороны вы опираетесь на какой-то прошлый опыт если он у вас есть да если есть какие-то повторные цикличные ситуации то вы их анализируйте для того чтобы не совершить ошибку ну давайте еще одну карту вытащим да ну вы здесь проявляется конечно же мастерство и терпение да вот терпение оно очень важно для вас и главное в принятии решения удовольствия от результата то есть для вас важен процесс к примеру если вы выбираете например переезд куда переехать то вы будете больше опираться скорее всего не на то смогу ли я там найти допустим работу или нет хотя такой фактор тоже присутствует ну вот больше вы акцент будете делать на процесс насколько само проживание в этом месте мне нравится то есть не насколько например работа которую вам потом предлагают она там финансовая или нет больше будет акцент на то что вы делаете на сам процесс не на результат на процесс чтобы он вас удовлетворял хорошо смотрим дальше образ ваших действий он сразу две карты выпало сразу ну ты и жезла у нас как краски выпали да то есть 2 огонь это жезла действия ваши смотрите причем такие хочется сказать доскональны почему потому что выпал туз и выпал десятка да то есть весь путь вы проходите начиная с начала до с какого-то шанса получения непосредственно до принятия на себя каких-то ответственности трудности до порой вы берете немножечко больше чем можете унести и здесь сразу еще знаете что сложно как-то не то чтобы вы не умеете распределять время а здесь как-то вы все держите до последнего момента да как-то вот откладывается откладываете вы так и работаете и потом вот за один день делаете работу например целого месяца либо целой недели здесь такое тоже проскальзывает то есть не то чтобы на вас лень нападает а как-то вот ну но не сейчас то чуть позже сделаю чуть позже а потом уже когда наступает дедлайн вы прям прикладываете огромное усилия и вот как-то здесь понимаете циклично вы поступаете как-то вот урывками до качелеобразно хочется сказать не не последовательно до постепенно каждый день понемножку а вот отдыхаю а потом гоп и за один день проделал работу целой недели вот как-то так тут проходит как вы себя ведете опять-таки в контексте реализации амбиции и так далее да ну вы достаточно активны при своей пассивности видимой пассивности вы достаточно активный человек у вас на самом деле огромный потенциал энергетический вас очень большая сила это на чем держится все ваша основа это сила вашей воли то есть если вы если вам так скажем да что то надо у вас есть какое-то желание дали бы вы ставите себе цель вообще я не вижу чтобы вы были достаточно амбициозным человеком но если вы поставили себе цель вы обязательно к ней придете вы умеете себя дисциплинировать и вы умеете себя собирать концентрироваться на чем-то да и как-то знаете даже если вам бывает страшно не в том что вы хотите хотите достичь вы все равно это делаете да то есть где-то в каком-то моменте страшно но я это сделаю почему потому что вы получаете колоссальную энергетику в результате того что вы преодолеваете свои страхи и вот это каким-то образом вас мотивирует мотивирует то есть вот это вот наслаждение удовольствия того кто молодец я молодец потому что я сделал мне в контексте самого результата что именно я сделала именно в контексте того что я это смог я это преодолел вот это вот очень сильно вас наполняет и дает вам такой внутренний толчок для того чтобы что-то сделать следующий раз и последний вопрос касательно жезлов насколько хватает энергии для реализации желанием вообще в потенциале что здесь достаточно большой такой объем энергии но мы сейчас с вами мы посмотрим насколько вам хватает энергетики до для реализации ваших желаний но смотрите здесь выпадает у нас значит король пендапли а здесь шестерка мечей конечно же хватает во первых здесь даже понимаете не не про потенциал а вот как раз и когда вы начинаете двигаться вообще такая достаточно статичная у вас энергия это как-то вот мне напоминает какой-то похоже на какую-то трубу очень мощную да в которой есть вот у меня вентилятор здесь работает вот обращение что какой-то от мощный мощный вентилятор только он не включенный и вот когда в нужный момент вам нужно включиться понимаете что это мощно что вот прям как будто бы электростанция огромная может работать на этом потенциале но он начинает работать только когда вы начинаете двигаться то есть когда вы сидите бездействуете да вам кажется у вас сил нету то есть это как мы говорим выражение до аппетит приходит во время еды вот у вас в момент реализации каких-то ваших целей вот в момент именно работы тогда появляется сила и если мы говорим про короля педакли то конечно же потенциал огромный во-первых терпение во-вторых стремление именно получить вот какой-то вот комфорт удовольствие еще раз повторюсь скажу для вас а важно не финансовая составляющая как таковая да если мы говорим в про в контексте бизнеса да а именно вот внутреннее какое-то удовлетворение потому что по королю педакли педакли это основа всего эта земля это наша суть это то что нас здесь удерживает огромный магнетизм поэтому я могу сказать что потенциал у вас хороший и энергии вам хватает но она как будто бы обновляется в процессе да то есть изначально знаете как будто бы ну вот я проснулся утром что-то мне лень и что-то я не хочу и может я не пойду может мне это не надо а потом когда вы приходите на то место куда вам нужно единая может быть это в гости может быть на работу потом как-то вот ваша энергия раскачивается и вы настолько хорошо и плодотворно работаете что иногда бывает под вечер вы даже и не чувствуете усталость то есть выносливый вы очень выносливый человек а кроме того чтобы терпеливый очень выносливый человек вы такой не то чтобы даже трудоголик а человек стрессоустойчивый хочу сказать и это очень важно потому что вы не тратите энергию на на ненужное вот это вот то что нам описали карты касательно давайте я все-таки уберу да потому что экран ты не совсем большой касательно стихии огня и мы посмотрим с вами стихию воздуха ваши мысли воздух у нас ответ ответственен за идеи за логику за разумность за структурность мысли и так смотрим проявление стихии воздуха коммуникация коммуникация причем вообще коммуникации за коммуникацию на соответственный же злой огонь но здесь у нас коммуникация на уровне обмена идей насколько она вам знакома насколько вы ей активно пользуетесь коммуникация на уровне обмена идей так значит нас напала семерка педакли это у нас паш пендакли и аркан звезды значит в потенциале вы человек достой достаточно любознательный то есть паш педакли нам всегда показывает ученика но здесь мы видим это как этот не риноги а как он называется боже забыл называется божественное животное с единорог вот единорог об сколько он белый он нам указывает как раз кино чистоту до на потенциал поэтому если мы говорим о ваш коммуникации на уровне обмена идей то потенциал на это есть вам все интересно вы хотите ну смотрите вообще на на разные идеи вы открыты к ним да я не могу сказать что-то вы стараетесь как-то породить что-то новое до либо этого становится вашей задачей нет но если такое есть если можно о чем-то подумать если можно о чем-то созерцать то вы это делаете но в принципе вы больше человек берущий хочется сказать не дающие в конек в контексте обмена идей то есть вот знаете просто потому что ваши ценности они не всегда совпадают с ценностями других людей то есть то что вам интересно вы как будто бы можете видеть ценность во всем абсолютно о чем я имею ввиду вы например смотрите как я не знаю птенец выпадает например из гнезда как его мама учит летать и вот вы в этом да вы можете найти какую-то ценность вы можете это привязать к чему-то другому что вам известно сразу вспоминается миф про и про икара да то есть вот опять таки ассоциация того что взяли собрали перышки приклеили между собой получили из крылья вылетели из этого лабиринта то есть вот вот это вот ассоциация до полета наблюдения как разки за птицами как летать то есть в этом вы находите какую-то ценность но если вы на все смотрите через призму именно каких-то знаний то есть потенциал в принципе есть но не про то что вот я про это узнал получил какой-то инсайт и побегу сразу этим делиться нет вы больше это для себя с другой стороны аркан звезды вот в этой колоде он как раз и говорит про умение видеть красоту когда я изучала эту колоду у меня были проблемы со зрением я подхватила какой-то микроб мне было сложно видеть и поэтому я эту колоду рассматривала через лупу и вот на самом деле это как говорится нет худо без добра нет очень помогло почему потому что в этих картах есть какие-то детали которые простым взглядом увидеть невозможно вот здесь вообще есть какие-то фигуры изображенные к сожалению даже если я вам приведу близко к объекту ну то есть к экрану да вы все равно это не увидите вот по сути смысл этого органа говорится о том что красота находится в глазах смотрящего то есть во всем абсолютно есть красота и там где кажется что эта тень здесь где-то очень красивая такая фигура лицо изображено а в свете наоборот присутствуют какие-то темные аспекты то есть все между собой взаимосвязано поэтому именно вот эту теорию да вы для себя и несете что все связано между собой и красота есть абсолютно во всем и только от нас зависит от смотрящего увидеть его эту красоту или нет а поскольку я уже говорила ранее что вы ее видите во всем так как вы всему хотите научиться то есть вот это вы знаете независимо от возраста это жажда познания причем жажда познанием стать ничего-то такого философского все в жизни имеет какой-то вот свой смысл то есть вы можете я не знаю впервые как будто бы ну изучить как делать экибаны независимо сколько вам лет либо желание там прыгнуть парашюта либо желание изучить латинский язык либо какие-то мертвые языки которые в принципе на которых не разговаривают то есть опять таки вне возраста вы из всего можете получить какие-то знания вам все интересно начиная опять таки как можно быстро складывать вещи либо как кому-то очень важно вот вот эти вот лайфхаки которые есть не знаю кто-то в отпуск собирается до из вас поэтому я это увидел как хорошо у компоновать вещи в чемодан таким образом чтобы много чего можно было взять и при этом чтобы это не занимало много места то есть вот вы можете смотрите такие ролики да то есть вот какие-то абсолютно практические вещи на как например сделать так чтобы у кого маленькие дети сейчас до чтобы шкафы не открывали чтобы они не лазили по по шкафа почему-то вспомнилась когда мой старший сын был маленький почему-то он лазил по шкафам и ему нравилось крышками кастрюль по кастрюлям бить на вот этот звук шум какой-то такой вот у кого-то видимо тоже дети есть либо вот что-то как-то связано с шумами а может быть кто-то на барабанах играет но не суть просто дополнительная информация пошла поэтому в контексте обмена и вот здесь вот смотрите вы умеете на вы умеете причем тогда когда вам интересно да то есть смотрите мы видим здесь беременную женщину это семерка педаклей ожидания и мастер здесь ну это мифологическое какое-то существо до виде старца что-то рисует и люди просто ждут и внимают тому что им показывают опять таки повторы отсылка к тому что вы достаточно терпеливы и можете принимать знания независимо от того что они у вас уже есть беременность на вы уже наполнены здесь вот прям отсылка к аркану шута мне хочется такое сказать то есть независимо от того насколько вы переполнены знанием и вы всегда готовы получать что-то новое но если мы говорим на уровне обмена идеи с людьми то вот в принципе я вижу что еще раз повторюсь скажу что вы больше берете нежели отдаете а вот почему я хочу спросить конечно это вне расклада потому что вы это карта иерофанда потому что вы человек которому знаете развиваетесь как то самостоятельно вы идете индивидуальным путем вам это больше опыт важен для вас то есть вот это вот внутренняя какая-то потребность есть люди которые например у них есть потребность я не знаю как зависимость например от кофе да то есть нужно не нужно вот они вот прям очень много пьют его ну да у вас зависимость от знаний надо вам это не надо да то есть беременная все равно слушай то есть это ваша внутренняя потребность и в принципе а если у вас потребность отдавать как-то свои знания давайте мы посмотрим вот сюда но я бы сказала что нет да почему потому что это аркан суда здесь мы видим родители до семью и по моему маленький ребенок и они все играют на на каких-то музыкальных органах на флейтах суть этого аркана заключается в том что жизнь это оркестр на в котором каждый проигрывает свою партию но при этом она должна звучать гармонично поэтому у вас есть это убеждение что кому надо тот сам найдет эту информацию вы не тот человек который будет бегать и как-то вот желать давай я тебя научу давай я тебя научу то есть если вас спросят вы скажете но так самостоятельно нет и вы действительно разносторонний человек то есть вы не можете относиться и кто категория людей которые прекрасно смотрят какие-то как этот документальные фильмы да о животных а жизни животных а может быть истории каких-то стран то есть вот то что я сказала мертвые языки да это тоже не случайно то есть что-то может быть связано как-то с историей с археологией такие вещи которые в принципе обычным людям как-то вот не очень а вам они нравятся да то есть это все обогащает ваше знание поэтому вы считаете что кому нужно да тот сам придет водка маленький ребенка пойдет найдет и ответы да вы всегда здесь находитесь взрослый ребенок по родитель который может дать необходимую информацию да если есть такое желание вот но в принципе нет о чем вы думаете о чем вы думаете это у нас дракон да правильно просто эти мифические существа чтобы я их не перепутал у них фигурные изображены в виде мифических животных это у нас дракон значит это у нас король пендакли посмотрите на данный момент вы однозначно озабочены я могу сказать построением своего какого-то фундамента долгосрочного мы смотрим в разрезе здесь и сейчас то есть вы думаете о том как выстроить свою жизнь как-то может быть более основательно что ли более добротно ощущение того что до этого все как-то было шатковалка и захотелось какой-то стабильности да возможно хочется уже какого-то комфорта может быть кто-то из вас очень много путешествовал и хочется такой знаете оседлой жизни почему-то и слова вышло не знаю может кто-то его использовать какой-то вот знаете остепенился что такое здесь мне идет до человек который много-много передвигался и вот я как будто бы устал и хочу выдохнуть до хочу вот так вот сесть расслабиться комфорт он как раз таки присущ хочется знаете насладиться своими какими-то трудами но однозначно мне почему-то отдых здесь идет о чем еще вы думаете смотрите я говорю про отдых и здесь как раз ки аркан колесничего да окон колесничего в этой колоде говорит смотрите здесь значит фигура с мечом причем когда меч направлен вниз и не наверх это уже принято решение когда нам надо принять решение как например тоже мечей он острием повернут вверх вот этот аркан смотрите здесь значит темная фигура женская а здесь светлая мужская то есть баланс двух сил и здесь мы одержали победу то есть мы смогли внутри себя эти две силы примирить поэтому у вас вы и думаете краски о некой такой гармонии да то есть я достиг своей цели я не отвлекаюсь ни на что здесь даже не продвижение на любые искушения ощущение того что либо вы идете книга такой гармонизации себя либо вы уже пришли и именно поэтому думаете о неком таком отдыхе что вы знаете вот как будто бы чувство такое что я хорошо поработал и я хочу отдохнуть сейчас чихну хочется чихнуть подтвердить и я хочу уже немножко отдохнуть но здесь отдохнуть даже физически для кого-то может быть буквальном смысле а для кого-то это знаете как итог какого-то большого этапа вашей жизни когда вы достигли чего-то да и вот можно себя побаловать можно себя немножко расслабить кто-то например если работал над структурой к корой педаклей эта структура это суть нашей земли да если кто-то работал над своей структуры своего характера дату вы пришли в какой-то степени либо мельком познали если не полностью то хоть познали что значит быть в балансе до что значит быть уравновешен либо к вам приходят это осознание мы смотрим мысли вам приходят эти осознания для чего важно быть балансе то есть по крайней мере сейчас вы понимаете важность и необходимость давай теперь посмотрим как вы говорите аркан смерти аркан смерти аркан смерти здесь говорит о том что на время смотрю говорит о том что от смерти не убежать да здесь вот это вот черная пантера и ребенок им в чем он здесь слепой да то есть сколько бы ты слез не пролил смысл заключается этого аркана что от себя не убежишь то что должно завершиться она завершится так или иначе поэтому как вы говорите все сказать каждый раз по-разному да то есть вас как будто вы знаете не пугает новизна то есть вы легко можете ставить точку в чем-то на и легко можете как будто бы заново на чем начинать что-то то есть здесь одновременно дверь закрывается одна дверь закрывается другая открывается ну то есть вы говорите как-то знаете не то чтобы монотонно но вот как-то вот естественно я не знаю что значит естественно просто такая информация идет как-то знаете вот ну потоково можете говорить говорить потом гоп неожиданно остановиться взять какую-то паузу и потом опять продолжим потому что вы думаете а потому что вот как-то вот поток завершился очень часто у вас наступает такие моменты когда вы вообще не хотите ничего говорить хочется какой-то вы знаете тишины такой тоже бывает ощущение того что вы по крайней мере стараетесь говорить по существу не ну не балаболы не любители много говорить так здесь идет это у нас пятерка педаклей она здесь нам показывает ой она здесь нам показывает девушку который сама по себе держит свой свою свечку но при этом приходит еще и погреться у света другого человека то есть сами ощущение того что вы сами владеете очень много информации но вот это вот чувство что мне самому как будто бы что-то не хватает и поэтому я иду и беру это как будто бы берете не свое что ли у другого человека почему не потому что вы хотите это своровать а потому что вы не видите ценность вот в разговорах вопросы ценности они у вас как шаблоны да они у вас проходят как-то в конце ну по тексте если вас будет слушать психолог да он сможет понять из вашего разговора что вы оперируете ценностями то есть вы напрямую можете это не озвучивать но тема о которой вы говорите она так или иначе связана с вашими ценностями очень говорите много о духовности либо рассказываете очень долго о каких-то кризисных моментах может быть это опять таки не связано с вами у меня ощущение того что когда вы дома вы молчите но стоит вам только как-то взаимодействовать очень много говорите на работе по каким-то причинам то есть может быть ваши услуги связаны до с коммуникации сообщением либо вы когда вы сами с собой ясное дело да что вы молчите ну вот какой-то домашней обстановке вам не очень-то хочется разговаривать в разговоре вообще вы решаете задачи каких-то других людей как-то так у меня идет и что вы говорите одной карты посмотрю что вы говорите да это аркан силы аркан силы здесь у нас говорит именно в этой колоде о служении и вот здесь вот нарисован зверь в зеркале то есть смысл этого аркана говорит о том что ты в зеркале вы как будто бы отражаете людям то кем они являются то есть их собственные проекции и вот в этом ваша сила не в том чтобы как-то знаете человек приходит но это вот утрированно грубо но все равно и говорит вам ой ты какой тупой а ты сам тупой нет не в этом а вот именно через высвечивание каких-то темных аспектов другого человека вы как будто бы вот вот в этом заключается ваше служение какое-то зеркалить людям то такие маски они носят сейчас еще один аркан вытащить что что что-то что еще вы говорите это королева мечей да ну вы говорите вы достаточно прорицательны вот не случайно до аркан силы вышел да в этом то и заключается ваша сила вы показываете людям их страхи да то есть вы вот вы как будто бы правду говорите я не знаю как то вот психологически что ли может быть это еще и ваша направленность но вы даже в обыденной жизни разговариваете с людьми каким-то вот таким образом что вот вас обмануть невозможно да вы зеркалить и вот я не знаю как это по-другому сказать надеюсь вы поняли о чем я хотела сказать так мы собираем эту позицию до больше подробнее не будем разбирать потому что и так же большой расклад но все же я сказал в этом и есть плюс расклада на одну позицию следующая стихия наша вода не вода нам это кубки они всегда нам показывают психоэмоциональный комфорт да наши чувства наше состояние помните изначально вы как будто бы уже пришли этом аркан колесничьего когда был показывала уже пришли к этому такому равновесию по крайней мере сейчас вас не должно штормить так сильно как было несколько лет например назад но все равно какова ваша на данный момент психоэмоциональный ваш комфорт что вас чувствами на сейчас аркан повешенного окон повешенного в этой колоде говорит смотрите о том что почему они этого человека повесили здесь не добровольное было повешивание а здесь потому что этот человек пришел им что-то сказать но он был предателем и поэтому они его поймали и повесили и ждут краски восхода и пока ждут за окнем сидят и беседует на почему потому что он сказала что-то что предала кого-то да то есть здесь арка повешенного говорит о предательстве напрямую поэтому в эмоциях такое ощущение что вы знаете чем-то возможно вы сейчас себя предаете вот в чем это королева пендакли в этой колоде она очень красивая вот вы кого-то вы не получаете удовольствие не случайно вначале мы говорили о чем вы думаете о каком-то отдыхе королева пендакли она такая достаточно заботливая мы видим да здесь мать медведица и маленький медведь вообще колода старо шаманов до шаманы напрямую связаны с духами с природой так вот медведица в природе считается самой лучшей матерью поэтому на королеве педакли она изображена королева бубнов здесь вот вы как будто бы предаете может быть кто-то свои какие-то материнские инстинкты да не выражает может быть они отошли сейчас на второй план но по причине того что возможно карьера бизнес важнее да возможно пока не получается дай либо не время еще либо ваше внутреннее состояние чтобы о вас кто-то позаботился здесь тоже такое может быть что еще как еще продаете ну вот я же сказала через удовольствие через тело да как будто по себе не радуете что ли давайте еще посмотрим что у вас с эмоциями происходит ну вот у нас выпадает иерофант в этой колоде смотрите на разные колоды как иерофант по-разному нарисован здесь мы видим шамана да с рогами оленя который общается напрямую с духами здесь возможно вы действительно не получаете удовольствие потому что но не хватает вам удовольствия потому что сейчас ваша как будто бы все время занята как-то с развитием что ли с обучением то есть акцент как будто бы не на тело а куда-то на более тонкий план смотрите как у вас на эмоции выпадают великие органы это аркан справедливости и туз луков говорящие туз мечей да о каком-то начинании потому что потому что здесь либо на вам нужно что-то завершить да то есть вы как будто бы ваши эмоции они заняты принятием какого-то решения то есть вам такое чувство что еще не время как будто бы отдыхать еще не время заниматься вы свои эмоции поэтому и предательство я поняла вы отложили на второй план вы сейчас на них не обращаете внимание чувство того что как будто бы ну это подождет да если допустим мы говорим контекции личной жизни то партнер подождет да либо какая-то личная жизнь чувствование вот это все она как будто бы сейчас не актуально актуальнее либо какое-то развитие либо принятие решения либо для кого-то может быть все что связано с арканом справедливости да может быть судебные какие-то дела до документация какая-то может быть договора какие-то подписывать ну документы однозначно на может быть период когда детей записываете куда-то в школу то есть не об этом да то есть какие-то вот материнские свой какой-то долг возможно да то есть дети сейчас допустим на как вариант на первом месте нежели я сама и моя личная жизнь это у нас было все что касательно чувств более подробно мы уже рассматривать уже не будем и мы идем дальше двигаемся возвращаемся к нашей первой колоде стихия земли земля как я уже говорила отвечает не только за материальный план но и забыт за структуру комфорт уют в данном случае за результативность и за целеполагание то есть как мы умеем достигать цели верховная жрица интуитивно интуитивно вас ведет и вам говорят как и что нужно делать но здесь еще вот вопрос баланса он тоже проскальзывает вы по крайней мере не торопитесь вращение того что вы всегда ждете какого-то знака знака свыше не знаю знака кого-то не торопитесь не торопитесь принимать решение но при этом вы достигаете как вы еще достигаете но девятка пендакли нам характерно краски говорит о том что да у вас все получается вы человек который умеете достигать своих целей каких целей вы достигаете вам очень легко наверно рядышком отложу вам очень легко достигать цели которые связаны непосредственно с самопознанием с принять с анализом да с каким-то таким более глубоким цели которые вы на первый взгляд вам могут показаться достаточно сложными вытащение того что в легких путей не ищите вы достигаете цели когда вы прям самого зарождения до то есть сейчас я вам объясню как это ну например если есть какая-то компания в которой вы работаете вот вам легче устроиться когда эта компания вот в самом зарождении да у истоков тот когда вы находите все у истоков вы вместе с этой компании растете вам там все понятно а когда вы приходите уже на все готовы вам как будто бы не интересно вас это не мотивирует вот вы умеете разгребать трудности и сложности как свои собственные так или других людей то есть когда просто это не интересно каких еще цели вы достигаете но смотрите упадает тройка мечей сердечных каких-то вопросов да я могу сказать либо там где вот вы как будто бы знаете когда переживаете очень сильно вы даете себе время на какие-то горсть и страдания а потом это как-то вас мотивирует это придает вам какую-то внутреннюю силу не в контексте вот на зло кондуктору куплю билет пойду пешком нет а в контексте того что вот это как-то вот ведь не знаю делает вас сильнее его трудности они вас действительно закаляют то есть после этого когда другие люди уже встать не могут вы встаете с колена идете дальше такие знаете вот серьезные там где из этих целей вы можете вынести какой-то урок вы можете как-то это может повлиять как-то на ваше развитие именно на понимание себя до своих каких-то сильных качеств хорошо что вам мешает этих целей достигать у меня такое ощущение что иногда даже лень это королева педаклей она у нас уже выпадала такое чувство что как будто бы вам это не нужно вот вы по ощущению у меня не достигатор вы не тот человек у меня такое ощущение что вот надо я это сделаю а сама на себя потому что это королева это не король сама на себя брать ответственность зачем мне это нужно на королева педакли каких целей что нам мешает до вопрос был что она мешает достигать этих целей когда у нас нету заинтересованности королева педакли у нас говорит о расширении то есть она берет например какой-то капитал и приумножает его она это умеет делать да то есть она такая достаточно хозяйственная однозначно она деньги не не растратит в пустую а наоборот при умножит так что вам мешает так это вот знаете не желание как-то вот не развиваться а здесь у меня идет что-то про приумножение вот когда вы не хотите когда вы не видеть ценности когда для вас это незначимо неважно какие деньги вот вы не ведетесь на деньги вы не тот человек вам важно какая-то вот ваша собственная цена и в данном случае мы говорили про удовольствие то а чего вы кайфуете ну как как еще до что вам мешает достичь цели шестерка железлов аркан победы что вам мешает для кого-то может быть знаете гордость на прямом смысле либо вы может иногда про скальто такое что загордились раньше времени а может быть просто не нежелание двигаться такое тоже может быть а почему опять аркан справедливости выходит ну потому что вы понимаете где-то что вам это не нужно ваша оценка чисто субъективная оценка достижение цели здесь нет каких-то внешних факторов которые бы вам мешали а если мешает то может быть иногда даже что-то что связано с законом либо передвижением либо с законом ну например у вас есть желание куда-то переехать другую страну и у вас это будет например как препятствие да почему потому что другая страна другие какие-то законы другие правила и вот вы по этим правилам как будто бы не подходите то есть если только так либо какие-то трудности например при переезде и ну то есть вы представляете ой блин надо съездить в это посольство надо эту бумажку собрать то есть вот это вот бумажная волокита и связывание с бюрократией и вот это может вас останавливать только ради этого не потому что это вот хотя в этом тоже есть трудности сложность если вы почувствуете что вам это ценно вы конечно же это сделаете но иногда вот это вот излишнее требование на ваш взгляд то что вот как будто бы ну зачем это нужно да это как будто не соответствует вашим каким-то ценностям это может мешать вам достижение цели либо когда вы не чувствуете уверенность себе не чувствуете себя победителем я то есть изначально обрекли всю ситуацию на провал после какого-то вашего размышления какой-то вашей оценки насколько вам комфортно находиться в том состоянии в котором вы находитесь сейчас мы говорили да земля у нас про комфорт ну очень комфортно но аркан солнца ну что сказать да комфортно и тепло и приятно и здоровски и и и вообще я ну радуюсь радуюсь я не могу сказать что здесь вот этот аркан перевернутый прям знаете вот такое вот ощущение что вы сейчас как будто бы наполняетесь ну причем как-то здесь здесь не эмоционально не рада здесь а здесь как будто вы знаете либо вы хотите этого наполнения либо сейчас какой-то новый этап в вашей жизни который автоматически начал генерировать вас вашу энергию помните самом начале мы говорили о том что вы как этот вентилятор остановившиеся огромный мощный но остановишься обычно такие знаете вот турбины бывает на плотина где-то вот такие вот мощные а сейчас вот вы как будто бы начинаете постепенно на как паровоз разгоняетесь разгоняетесь и вот вам когда вы наберете полную скорость вам понравится мы сейчас в процессе разгона как будто бы насколько вам нравится да вам нравится почему потому что девятка жезлов у нас говорит о прошлом анализе до который периодически может всплывать о прошлом анализе об об анализе прошлой вашей жизни за каких-то ошибках сейчас такое ощущение что вы как будто бы разобрались себе все поняли и знаете кто-то просто перекричек ну прошлое сказал догоренную синим пламенем я иду в новое дачу я буду разбираться кто-то может когда хватит уже в себе копаться до вышли из своего шельника пошли дальше здесь что-то такое вам нравится на потому что здесь была остановка хотя бы были на шаг а близки к завершению ну вот я сказал на шаг близки и колесо фортуны вот и закончился ощущение того что вам это нравится потому что вы понимаете что цикл завершился какой-то цикл вашей жизни завершился какой-то сценарий вы отработали неважно большой маленький либо просто сейчас идет смена да вот какая-то смена цикл вашей жизни сейчас либо вы почувствовали себя на коне проще говоря как в данном случае нам и ну вас это радует то есть наступила какая-то светлая полоса вашей жизни чего вы хотите сделать своей жизни ну вот четверка жезлов хотите получить стабильности причем смотрите это жезла да то есть вообще мы говорим про стихию земли вот а у вас здесь нету пендакли у вас есть здесь жезла у вас есть здесь огонь огонь и жезлы это несовместимые стихии между собой почему потому что если мы говорим земля это в принципе это деревья да тоже к ней относится так вот огонь сжигает деревья то есть они какие-то такие то чтобы противоборствующие но не сопоставимое но не друг не дружи любные не не дружеские какие-то стихии между собой но при этом говоря о земле что вы хотите сделать своей жизни это кто-то хочет может быть действительно получить дом четверка жезлов нас еще говорит о недвижимости нам как-то это связано кто-то хочет получить праздника жизни кто-то хочет просто стабилизироваться я уже говорила об этом кто-то хочет куда-то может быть съездить на пикник причем знаете отдохнуть может быть встретиться с друзьями до пообщаться у кого-то может быть в преддверии брак какой-то я либо ваш либо у друзей свадьбы да и вот вы готовитесь к этому празднику каким-то образом что еще вы хотите сделать своей жизни пойти в новое вот как раз кипот колесо вортуны у нас уже было это да пойти в новое желание оставить все позади все какие-то свои суждения все какие-то убеждения то есть все что раньше не работала да и работала вот то есть хочется сказать чистого листа абсолютно хотите начать свою жизнь куда в новое вы хотите пойти в новое чувство ну конечно же король кубков там выйти из своего прошлого выйти из своего прошлого и наполнится чувствами как раз кино солнышко и упала да то есть хочется вот каких-то эмоций каких эмоций вы хотите ну ты закончили тем что опять таки вышли на от каму медленности о которой красной нитью здесь все и и проходят до какого-то баланса до уравновешивания того чтобы вас больше не штормила эмоционально чтобы вас не раскачивал чтобы не было вот знаете вот сердце за защемило от радости в предвкушении чего-то там вот а потом в такой же степени идут огорчение и разочарований вот хочется блин как это сказать хочется сказать простой земной жизни человеческой но здесь подразумевается такое фоновая не знаю если можно сказать это вот блаженство знаете иногда да ты находишься на природе смотришь на эту красоту и вот на душе хорошо вот как-то по-другому я это писать не могу так вот вы этого и хотите чтобы на душе было хорошо как говорится дети сыты животные все спят до деньги всем банке вот и на улице солнышко светит вот все хорошо я люблю выражение жизнь хороша и жить хорошо вот это вот прям точно так описывает данный момент жизнь хороша и жить хорошо на его ты да какое-то внутреннее удовольствие не от чего-то а вот просто потому что с вами случилась жизнь по-другому не назову вот такой вот у нас с вами был сегодня это склад не знаем кому он понравился кому нет опять-таки помните общий расклад задача услышать необходимую информацию причем это не обязательно чтобы это был весь расклада вся информация вам подходила может подойти одно-два предложения но и она может включить вас какой-то вот мыслительный процесс который даст вам тот результат который вы хотите для кого-то просто подержать для кого-то получить ответы на вопросы а я с вами прощаюсь следующий раз увижу вы меня увидите я вас увижу да как говорится в кадре пожелаю вам всем отличной недели хорошего настроения всем пока пока